Всем привет! С вами канал Артмания. И сегодня я приняла эстафету чайно-кофейную от канала Lucas Ellis Twins. Это замечательный канал, мне очень он нравится. Там мамочка, конечно, папа и трое мальчиков и лапочка-дочка. Очень классный канал, мне очень нравится. И это моя уже вторая эстафета, которую мне передали, которую я очень-очень ждала. Огромное вам спасибо, если смотрите. И также давайте продолжим мою эстафету. Сейчас, наверное, вам встанет ролик поближе к обзору моего столика, что у меня здесь находится. И потом я расскажу, что там как дальше. Вот так выглядит поближе наша чайно-кофейная эстафета. Посмотрите, что я положила на стол. Здесь у нас идут конфетки, вафельки, конфеты родные просторы. Здесь вот такие бисквитные пироженки. На них, кстати, обзор будет чуть позже. Здесь у нас чай с вами. Чай черный, зеленый, кофе. Вот чайничек, в котором мы будем сейчас вместе с вами пить чай. И, конечно же, вот этот прекрасный лимон, сушеный. Он присутствует и вот здесь. Посмотрите. Понюхайте, как ароматно пахнет. Там мята, жасмин и лимон. Очень ароматный. И чай получается очень вкусный. А это сушеный лимончик. И, конечно же, наши прекрасные кружечки. Букетик тоже. И вот он наш чайничек. Прекрасный чайничек. Там свечка. Его подогревает, чтобы он у нас не остыл. Все, конечно же, сплыло. Лимончик, мята. Очень вкусный чай получается. Обязательно попробуйте. Так, посмотрели вы. Так, ну давайте начнем. Начнем мы сначала с чая. С сыном мы обычно пьем черный чай. Это обычный такой вот. Обычно покупают черный чай. Там индийский или там вот какой-то. Это вот я купила в светофоре довольно много. Мы его пьем с лимончиком. У меня есть такой же вот сушеный лимончик. Обалденно. Просто пахнет. Просто бесподобно. Когда я его сушила, у нас этот аромат лимона был во всей квартире. Это было что-то бесподобное. Конечно, потом со временем привыкаешь. Но это очень вкусно. Сын у меня очень любит. Ну и черный чай, в принципе, с лимоном. Блин, ну вкусно. И также мы иногда добавляем мед или сахар. Ну, в основном стараемся мед добавить. Также я люблю, не очень люблю черный чай, на самом деле. Я люблю больше зеленый. Вот. Это уже там для сына с лимончиком. Что-нибудь такое стараешься особенное. Но сама я люблю обычный там байховый, китайский, да, листовой. Крупный зеленый чай. Да, целое прям длинное название. Именно вот зеленый чай. Не который там есть какие-то листочки. Бывают молочные. Там вот я терпеть не могу. А вот именно вот просто вот зеленый такой насыщенный чай. Вот я прям такой вот очень-очень люблю. А также по утрам, конечно же, я люблю попить кофе. Кофе именно молотый. Обалденно. Просто обалденно пахнет. Вот. Люблю я именно вот молотый чай. Вот, не знаю, обожаю молотый. Вот. Люблю я его горьким пить. То есть я не добавляю ни сливки, молоко, там, или сахара. Ничего не добавляю. Именно вот горький кофе молотый. Вот прям очень-очень-очень люблю. А вот особенно, знаете, люблю, когда кофе допиваешь. И вот эта вот кофейная гуся немножко попадает в рот. Ее немножко пережевываешь там уже зубами. Блин, мне так нравится. Это прям ощущение классное. Кто-то не любит, кто-то любит. Вот. Муж у меня пьет в основном кофе. Вот такой вот. Именно на стле кофе. Не какой-то другой. Ему другой не нравится категорически. А именно вот на стле растворимый. Вот таких вот. Ну, в баночках обычно вот таких вот покупает. Маленьких. Там сколько-то. 47 грамм даже. Вот. Честно говоря, я этот кофе не люблю. Когда он его заваривает, мне становится плохо. Мне кажется, что он воняет то кукурузой. То, я не знаю, каким-то чем-то там непонятным вообще. Он говорит, да нет. Говорит, ты что, по-моему, кофе понюхай, понюхай. Я говорю, я не могу это нюхать. Это, я не знаю. Мне кажется, это не настоящий кофе. Это просто какая-то ерунда на самом деле. Говорит, вот оно, вот настоящий кофе. А это, не знаю, мне не нравится. Я не пью такой кофе. Муж у меня его пьет 2 чашки с утра и 2 чашки на ночь. Он не может уже без него уснуть. Есть, действительно, такие люди, которые привыкают к кофе. И без него уснуть уже просто не могут. Вот. Конечно, также мы любим попить чай со сладким. Обычно я люблю кушать сладкое не с утра, а вечером. Я очень люблю именно вечером попить. Поесть, вернее, сладкое конфеты. Вот у меня здесь есть, в принципе, я вам сейчас показала. Вафельки всякие. Такие вот тоже. Также, когда ко мне приходят гости, я всегда завариваю вот такой вот чайничек, как сейчас у нас заварено. Внизу там свечечка. Вы уже видели. Вот. И он немножечко подогревает. Он такой прозрачный, такой необычный этот чайничек. Ощущение, как будто находишься где-то в кафе каком-то. И сейчас, по-моему, раньше так было. И сейчас. Они всегда ставили такие прозрачные чайнички. Такие красивые, где все видно. Что там вообще заварили. Как это все, что там. Вот. Так вот, когда ко мне приходят гости, я их, конечно же, угощаю вот из таких вот стаканов. У меня такие необычные есть стаканы. Они очень красивые. Мне нравится этот орнамент. Мне, знаете, он напоминает Марокко. Вот что-то вот такое вот марокканское, такое, как же это называется. Хотела сказать. Ну, да, индийское. Вот, да, вот что-то вот ближе вот туда. Вот. Ну, мне очень-очень нравятся такие марокканские всякие орнаменты. Как у них дома. Вот, особенно, кто смотрел, клоны, наверное. Как у них там дома сделаны. Там всякие. Там окна. Вот эти вот открытые окна. Да, и у них там не как у нас стекло, а у них вот просто как такой деревяшечкой вот с этими вот орнаментами. Меня прям вообще это очень-очень сильно привлекает. Не знаю, наверное, в прошлой жизни я, наверное, там, скорее всего, жила. Поэтому и привлекает. Вот. Я всегда гостей угощаю из этих стаканов. Внутри они просто темненькие. И не видно, сколько ты выпил, какой там чай заварился, что там, как там. Вот. Ну, мне нравится. И, конечно, гости приходят, когда видите эти стаканы. Ого, какой ты мне огромный стакан налила. Да ладно? Говорю, он маленький. Это он так кажется просто. Там, о, какой красивый. Там что-нибудь такое. Вот. И, конечно, под этим стаканом у меня здесь стоит тарелочка точно такая же. Вот. Очень красивая. Тут уже у меня падает всё. Вот. Также я люблю кофе пить тёплым. Я всё ем. Я всё ем только тёплое. И пью тоже только тёплое. Горячие напитки я не пью. И горячую еду я тоже не ем. Просто, наверное, я устала обжигаться. Постоянно обжигаешься этой едой. Потом болит язык. Всё болит. Это несколько дней. Несколько дней не чувствуешь еду. Это ужасно. И, конечно же, поэтому я делаю кофе заранее. Я прибегаю на кухню. Сначала делаю кофе. А потом бегу за сыном. Его там бужу, одеваем, раздеваем. Там в душ, туда-сюда, пока суть до дела. За это время там проходит полчаса, как минимум, кофе остывает. Мы приходим с сыном, я его кормлю и сажусь пить кофе. С утра вот я только пью кофе. Вот. Я вот делаю всегда вот так. С чайничком, конечно, немножко посложнее. Обычно в стакан налью горячий, уйду. Потом через какое-то время, через полчаса придёшь и начинаешь уже пить тёпленький чаёк. Мне вот так нравится. Вот. А днём, когда мы с сыном кушаем, мы обычно запиваем просто водой. А на самом деле у меня муж такой, он запивает, всегда в детстве, его мама приучила, запивал просто водой. Потому что пока сделаешь чай, пока он там остынет, пока это, это всё очень долго. Хочется быстрее-быстрее ребёнка накормить и пойти заниматься какими-то делами. Вот. И поэтому у нас получается, что мы уже просто перешли на воду. С утра мы можем там с едой попить воду в обед, а вечером я бывает иногда делаю чай. Вот какие-то вот такие. Ещё в термосе вот люблю заваривать. Там шиповник, боярышник. Люблю вот это вот всё сушить. Когда это всё в сушилочке сушится, стоят ароматы такие просто бесподобные. Вообще просто классно. Вот. Вот такое вот у нас было с вами чайно-кофейное эстафета. Ну, конечно, также мы любим попить и другие напитки. Я не стала их выставлять. Я просто, наверное, вам скажу. Я люблю очень каркаде, красный чай. Но почему-то, когда я его начинаю пить, у меня вот в голове вот так появляется Наташа. Наверное, это компот. Я начинаю пить и понимаю, что это не компот, а каркаде. Ну, я не знаю, как тут у меня вот так вот сравнивается. Раз красный, значит компот. Но очень-очень редко иногда я люблю его попить. Также я пью чай в очень больших-больших количествах. У меня дома стакан у мамы 600 мл. Стакан такой довольно большой. И я помню ещё подростком была. У нас с мамой садились кушать. Ну, с родителями кушать садились. И я выпивала таких три стакана. Целых три. И мне всё время говорят, блин, ты водохлёб. Сколько можно? Ты пьёшь, пьёшь. То есть первый стакан у меня был с едой. Второй я еду доедала, этот стакан был. И третий стакан я уже просто выпивала со сладким. То есть у меня вот так вот было. Мне было прям это достаточно. Было прям классно. Я допивала и прям было супер. Вот. Так, также, конечно, мы пьём... Ну, очень редко я люблю попить цикорий. Там, ну, как-то вот у меня не особо. Я больше люблю как-то чай цикорий. Там молоко-то иногда у меня сейчас появилось почему-то. Пить молоко с едой. Не знаю почему, но мне, блин, это так классно. Это так вкусно. Я всё время думала, как в деревнях пьют молоко с едой. Обычно привыкаешь воду, чай, ну, как-то это попроще. А тут молоко. И стала покупать, пробовать, мне понравилось. Это классно так вообще. Я думаю, блин, как жалко, что у меня нет своей коровы. Думаю, я бы вообще прям каждый день бы её доила бы, пила бы молоко с едой. Думаю, блин, это вообще классно. Вот. Также, ну, иногда бывает, я люблю кофе растворимый там всякий. Вот. Ну, это как-то редко, потому что там много едобавок. Горячий шоколад иногда. И капучино. Там тоже едобавки всякие. Я не очень это люблю. Я люблю больше то, что по-натуральнее. Больше такое правильное питание, здоровье. Такое больше люблю. Вот. Подошла наша с вами эстафета к концу. И сейчас я расскажу, кому же я передаю теперь эту эстафету. Вот. Тут у меня бумажечка. На бумажечке у меня всё записано. Надеюсь, что я ваши каналы произнесу правильно. В этот раз у меня целых пять каналов. И получилось так, что все блогеры. Самое интересное то, что я со всеми познакомилась через взаимные подписки. Вот. Кто-то мне там как-то писал, мол, всё это фигня, зачем это надо. Ну, это интересно. Когда находишь какой-то канал, он становится твоим любимым. Ты начинаешь его чаще смотреть. Смотришь, как люди другие живут, что, как там. И давайте я скажу, кому же я передала каналы. Вот. Надеюсь, что я произнесу всё правильно. Так. Первый канал – это у нас «Дневник Натальи Строгой». Это тоже блогер. Записывает разные интересные такие влоги. Конечно, я давайте обо всех скажу понемножечку, чтобы не затягивать. Второй канал – это «Алиса Лайт». Тоже записывает влоги, но ещё и живопись. Меня, знаете, всегда поражает, что вот она записывает, допустим, какой-нибудь ролик, как она рисует. Но она может сесть рисовать абсолютно где угодно. На балконе, на полу, там, не знаю, на диване, там, на этом. То есть где угодно. Вот если человеку нужно рисовать, он садится и рисует. А у меня же, например, если я хочу рисовать, то мне надо удобство. Мне нужно обязательно сесть, мне нужно обязательно стол. Мне нужно обязательно, там, этот холст положить, чтобы у меня рука лежала спокойно. То есть не на весу, там, где-то так-сяк, а именно, чтобы у меня было удобство. Мне вот всегда так надо. Вот. И уже сидеть, аккуратненько, там, не спеша, всё это рисовать, то, конечно, у неё немножко по-другому. И, честно говоря, это даже привлекает, это даже интересно, когда она начинает рисовать. Стараешься вокруг холста обсмотреть вот эту вот обстановку, где же она сидит, понять. Где же она там селась, то всё-таки интересно. Вот. Ну, довольно, у неё, кстати, очень красивые картины получаются. Если мне сейчас абсолютно некогда рисовать, то она, то есть у неё тоже ребёночек маленький, поменьше моего Димочки, но, тем не менее, она успевает, она рисует, это супер, это классно. Так надо рисовать всё-таки, чтобы не потерять свой талант. Так, третья у нас мама с дочкой. Они снимают мукбанг, влоги тоже. Ну, мукбанги у них прям вообще классные, вдвоём сидят, вдвоём кушают, что-то рассказывают. Ну, это такой начинающий канал, но, в принципе, у них просмотров довольно много. Вот. И также, конечно, они снимают влоги, как они пошли там в магазин, что-то там увидели, купили. То есть, ну, довольно интересный. Так, четвёртый канал у нас в Бельгии. Чик-чок. Я надеюсь, что я произнесла правильно. Здесь тоже разные влоги интересные, но и также есть архитектура Бельгии. За границей это всегда интересно. Всегда интересно, как люди живут за границей. Даже не то, что как, а какие у них дома. У всех, даже в каждом городе дома разные. Даже, знаете, в Самарской, нашей Самарской области, заехать в какой-нибудь, ну, в области, вот именно в город, у них совершенно будут другие дома. Уже будут построены из какого-нибудь там чего-то там непонятного. Хотя находятся в Самарской области. Ощущение, как будто попадаешь в какую-то там заброшенную деревню. У нас мы уже много путешествовали. И я, честно говоря, видела разные дома. Тут, конечно, в Бельгии тоже интересно. У них там все по-своему. И, конечно же, когда она идет, снимает архитектуру, она рассказывает. Это классно, это действительно, это очень-очень интересно. У меня я как-то там снимаю свою архитектуру. Она просто засняла музыку, поставила и все. Ну, честно, мне некогда. Некогда и, не знаю, короче, так вот. Вот, так это у нас был четвертый. И пятый канал у нас Александра в логе мамы. Тоже интересный канал. Он только-только начинает набирать обороты, развивается. Все происходит в деревне. Это очень интересно. Деревня, я думаю, всегда всех привлекает. Как обстановка, как что. Это гораздо, конечно, интереснее в деревне, чем город. В деревне там можно снимать ой-ой-ой сколько. У нее тоже, кстати, маленький малыш, мальчик. Вот. Очень интересно смотреть. Так. Все. У нас было с вами пять каналов. Я немножечко о них рассказала. Я надеюсь, что вы досмотрели до конца. И немножечко расскажете обо мне в своих эстафетах, если будете их снимать. Очень на это надеюсь. Вот. Всем спасибо за просмотр. С вами был канал Артмания. Подписывайтесь. Ставьте лайки. Пишите комментарии обязательно. Как вам понравилось моя эстафета или не понравилось. Может быть, вы вместе со мной попили чаек. И мысленно уже все это съели. Мне ничего не осталось, может быть. Вот. Смотрите наши также другие ролики. У меня также есть влоги с сыночком. Как мы живем, с ним занимаемся, развиваемся, путешествуем. Вот. Развлекаемся. Также у меня есть обзоры на продукты. Вот эти вот, которые здесь лежат все вкусняшки. На них скоро выйдет обзор. Вот. Если кому-то нужно очень срочно увидеть обзор, я могу вам дать ссылочку. Вот. Потому что они как раз уже эти обзоры... Загрузила я их на YouTube. Но они позже будут. Гораздо позже, наверное. Вот. И на кофе, кстати. Тоже на кофе у меня тоже уже есть обзор. Он тоже выйдет попозже. И на этот чай, кстати, тоже есть. Вот. И даже на всякие вкусняшечки тут тоже есть обзор. Мне это очень нравится. Нравится все это снимать. Ладно. Все. Обязательно подписывайтесь. Жду от вас лайки, лайки, лайки. И всем пока-пока. С вами был канал Artmania. Субтитры сделал DimaTorzok